Привет, Библия! Тема «Ждем Иисуса», часть 3. Текст Евангелия от Матвея, глава 2, стихи с 1 по 12. В отличие от того, как мы сейчас ждем и празднуем рождение Иисуса, 2000 лет назад народ Израиля не знал, что родился младенец Иисус. В то время не было газет, телевидения, YouTube или социальных сетей, которые распространили бы новости так же, как и сейчас. Очень жаль, что так было, но если бы новость о рождении Иисуса в то время была распространена, как сейчас, люди бросились бы в Вифлеем и праздновали ли рождение младенца Иисуса? Уже тогда были люди, которые знали, что Иисус родился. Это были люди в Иерусалиме и в Вифлееме. Волфы с Востока сообщили весть о рождении Иисуса. Они увидели звезду, возвещающую о рождении царя. Пришли в Иерусалим из далекой страны, к востоку от Иерусалима. Наверное, звезда не указала им, где именно родился их ребенок, как навигационная система. Поэтому они решили пойти в Иерусалим и спросить, где родился царь иудейский. И думали, что новость о рождении нового царя доставит иудеям великую радость. Но произошло нечто иное, чем они думали. Царь Ирод, управляющий Иудейской областью, был очень смущен. А жители Иерусалима сильно встревожились. Этой новости никто не обрадовался. Царь Ирод собрал всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где я должна родиться Христу. Они же сказали ему, Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Царь Ирод, услышав слова волхвов и книжников, подумал, что Иисус наверняка родился. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Что теперь должен делать царь Ирод? Было бы хорошо, если бы он навестил младенца Иисуса, поздравил его рождение и сообщил эту новость многим людям, говоря, Христос, о котором говорится в Библии, родился. Давайте вместе порадуемся о его рождении. Но он ничего не сделал для Иисуса. Он даже убил всех младенцев в Вифлееме в возрасте до двух лет и ниже, чтобы убить младенца Иисуса. Слушав слова волхвов, книжники и жители Иерусалима не пошли в Вифлеем, потому что боялись царя Ирода. Они даже не могли сообщить новость о рождении Иисуса. Люди относились к Божьим обещаниям, записанным в Библии, как будто не имеют значения для них. Дорогие дети, благая весть о рождении Иисуса записана в Библии. Однако, если мы не будем ценить эти слова, то мы станем такими же людьми, как жители Иерусалима, которые не пошли к Иисусу, даже после того, как услышали новость о рождении Иисуса. Если мы только слушаем слова Бога, но не подчиняемся им, то у нас нет отношения с Иисусом, пришедшим на эту землю, чтобы любить нас и служить нам. Я надеюсь, что вы послушаете слова Божьего, сообщите новость о рождении Иисуса и ожидаете праздник Рождества. Субтитры создавал DimaTorzok